Белый, зелёный, розовый, но всё равно чёрный. Как видите, у плода многолетнего вьющегося растения лианы, семейство перечных, масса обличий. И это, наверное, как у нас с фотографиями в паспорте в разные годы. Сначала ты зелёный-зелёный, потом румяный-румяный, потом, ну, в общем, созрел и высох. Здравствуйте, дорогие друзья, за приготовлением очень интересного блюда с перцем о жизни перечной костянки. Сегодня речь. Да, растение, о котором мы говорим, рода перец, культивируется ради плода, из которого посредством различной обработки получают разные перцы. Чёрный перец получают из незрелых плодов растения. Для того, чтобы их очистить и подготовить к сушке, плоды быстро обваривают в горячей воде. Затем сушат на солнце в течение нескольких дней. За это время оболочка темнеет вокруг семени и сморщивается. Высушенные таким образом горошины и есть, собственно, чёрный перец. А вот белеет он уже после того, как почернел. Обычно для получения белого перца зрелые плоды замачивают в воде приблизительно на неделю. В результате оболочка становится мягкой, её отделяют и сушат оставшиеся семена. Ну а что же зелёный и розовый цвет в таких привычных баночках с разноцветными перечными горошинами? Зелёный перец, как и чёрный, получают из незрелых плодов и обрабатывают специальным образом. Также получают и розовый перец, но следует отличать его от более распространённого розового перца, изготавливаемого из плодов перца перуанского или бразильского. Это совершенно другое растение. Растёт такой перец не на лианах, а на кустах. Причём часто его используют в декоративных целях, по сути, эти розовые ягоды. Также выполняют декоративную функцию в печных смесях, ведь аромат чёрного перца убивает их собственный вкус и аромат. То это уже другая история о том, какие вообще бывают перцы. Красный, острый, душистый – все они чёрному перцу тоже абсолютно не родственники. И пусть они тоже могли бы проучаствовать в нашем нынешнем блюде, однако и чёрного перца, и смеси ароматных трав достаточно для того, чтобы сделать вонючую розу. Так чеснок называли в Древнем Риме своей полной противоположностью. Так что возьмите на вооружение, готовьте, наслаждайтесь. Масло с запечённым чесноком. Соединить рубленную зелень с солью, молотым чёрным перцем, сухим тимьяном и розмарином. Головки чеснока смазать растительным маслом, обвалять в полученной смеси. Поместить в керамический горшок, закрыть крышкой, запекать в духовке при температуре 200 градусов 20 минут. Потом очистить чеснок, соединить со сливочным маслом и зеленью, добавить ещё немного чёрного перца. Пожалуй, единственной пряностью, которая может быть вхожа и в острые блюда, и в основательные, и в сладкие, десертные. Так что продолжение следует. А на сегодня всё. С вами была Жанна Соловьёва. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова